Сотрудничество двух таких государств, как Советский Союз и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки могло бы сыграть далеко не последнюю роль. Наша политика ясна, это политика мира и сотрудничества. Говорит Москва. Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Мы обязаны помнить, мы обязаны чтить нашу историю. Мы должны быть государством, которое знает и помнит свою историю, а не государством, у которого его нет. Данный проект «Перерыв на кино» организован Российской Федерации и передан Донецкой Народной Республике. Мы были инициаторами проведения данной акции «Весинуаты» и общественной организации «Молодая Республика». И общественное движение Донецкой Республики, администрации города «Весинуаты» с радостью нам помогло в реализации проекта. Данный проект нацелен на поднятие патриотического воспитания молодежи Донецкой Народной Республики, для того, чтобы люди помнили не только о Дне Победы, но и помнили о Великой Отечественной войне и разных ее важных событиях. Годы стерли из памяти ее имя. Когда вой сирен затихал, она робко выходила из полуразрушенного дома погреться на солнце и поиграть со своим щенком. Девочка звала его Дар. Он был последним выжившим членом ее некогда большой семьи. Она почти не говорила. Горе выжгало из ребенка страх, и лишь любовь к единственному близкому существу придавала ей сил. Спасая собаку от неминуемой гибели в тот день, я не знал, суждено ли было ей и девочке выжить в осажденном Ленинграде. Но я не смог пройти мимо. Одиночество в те годы убивало быстрее, чем голод и пламя пожаров. Сегодня представлены работы нашей российской молодежи, так называемый перерыв на кино, которым по современному виду доносят нам информацию о Великой Отечественной войне. В зале присутствует, конечно же, наша молодежь. Мы хотим им рассказать и поведать новое видение, донести о Великой Отечественной войне, чтобы они знали, помнили нашу историю, наших героев и, соответственно, больше вникали в эти вопросы. Мамочка, милая мамочка, где ты? Ты лежишь в земле, ты умерла. Ты успокоилась навсегда. Я, я, я мучаюсь, страдаю вместе с сотнями и миллионами советских граждан. Из-за кого? Из-за бредовой фантазии этого психа. Он решил покорить весь мир. Это безумный бред. И из-за него мы страдаем. У нас пусто в желудках и полно мучений в сердцах. Господи, когда все это кончится? Ведь должно же когда-нибудь это кончиться. Родилась в Ленинграде. Октябренком стала в Ленинграде. В пионер вступила в Ленинграде. Комсомол вступила в Ленинграде. Макану перестала в Ленинграде. Победу, 45-й год, встречала в Ленинграде. На меня напало такое вдохновение. Я начала писать. И вот я сейчас хочу вам прочесть на посуду. Как тяжело мне жить войной. Зачем она, я не пойму. Устала слышать ночью, слив за окном. Не спать. И думать в утро. А что будет потом? Не ревнические стали, как натянутые струны. Болит душа. А добивая думы. Ведь жить хотели мы при коммунизме, а не с нацистами, фашизме. Ну как вторую мне блокаду пережить? Какими жертвами победу застрелить? Я помню 41-й войной обряды. Война, блокада и победный 45-й. Я праздную победу в Ленинграде. Живая и участвую в параде. Мне сироте путевку в жизнь любимый Питер дал. А опыт, мастерство Донбасс шахтерский преподал. Я больше не хочу грустить. С врагом хочу сражаться. В наш дом его не допустить. В победу верить. И с оптимизмом не достаться. Я смотрю на вас из прошлого. Время сохранило листочки моего дневника. Маленькие кусочки такой короткой жизни. Именно ему я рассказала все, на что хватило силы. Цени эту жизнь. Цени и оберегай. Цени каждое мгновение спокойной и мирной жизни. Без вой и сирен, бомбежек, голода, безысходности, горя и тоски. Моё детство, грубо оборванное и растоптанное войной, останется в тонких страничках дневника. Я рассказала все. Заклинаю вас. Помните. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok